Марсианский робот-садовник, робот-исследователь и робот-погрузчик. Персонажи фантастических фильмов рядом с нами. В Люберцах открыли клуб командной робототехники. В рамках мероприятия также прошло посвящение юных олимпийцев в ряды сборной команды по робототехнике городского округа Люберца. Более трех тысяч обучающихся, 22 учебные площадки и 26 побед на соревнованиях. Таких результатов за три года работы достигла Люберецкая техношкола. Сейчас в истории учебного центра открывается очередная страница. На базе Центра развития образования создан клуб спортивной робототехники. В клуб робототехники сегодня будут посвящаться 20 детей. Это учащиеся техношколы и станции юных техников, победители районных и областных олимпиад и соревнований. Посвящение юных олимпийцев в сборную команду городского округа прошло в торжественной обстановке. Поздравить ребят и пожелать им дальнейших успехов прибыл глава Люберец Владимир Ужицкий. Люберцы – это всегда был такой регион научный, промышленный, с огромным таким потенциалом человеческим, с ресурсом огромным. Вы являетесь, я оценю, потомками, скажем, тех традиций, которые в Люберцах наработаны. И стоит задача на сегодняшний день каким-то образом развивать все это на новом этапе. В клубе робототехники уже есть свои звезды. Тихон Шарапов – победитель многих городских и областных соревнований. Мальчик создал уже три проекта. Самым удачным своим творением он считает марсианского робота-садовника. Делал его примерно два месяца. Два-три месяца. Делал я его сам из своего конструктора. Что он мне это делает? Он в перспективе будет функционировать на Марсе и сажать растения. Теперь на юных робототехниках большая ответственность. Они будут представлять свой городской округ на всероссийских и международных соревнованиях. С февраля 2018 года начнутся первые этапы Всероссийской робототехнической олимпиады. А в августе сборную команду ждет поездка в Казань и участие в международном соревновании. Луизия Гязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.